Я могу видеть, что в молодой генерации в России, с очень маленькой пушкой, я бы сказал, маленькой бульдосом, вы можете сделать отличие. Я бы сказал, что это копия, определенность в этой планете правило Муравчика, что это то, что если вам рассказывает презентация, вот эти два человека, они предприниматели известны, они, наверное, миллиардеры. Про тех людей, которые в долине, например, про них не нужно говорить, они предприниматели известны, вы их все знаете. И то, что они миллиардеры, не нужно говорить, вы все знаете, сколько у них миллиардов. А вот эти люди, которые скеприджат, ну, конечно, про них нужно говорить, потому что никто не знает, кто их такие, что это за компанией, что они делают непонятно. Это одна. Вторая вещь, то, что, опять же, нас учат предпринимательство. Но я думаю, если провести опрос среди детских коней или, не знаю, пони, и спросить их, кто же не хочет стать предпринимателем, провести опрос среди современного российского населения, приблизительно вашего возраста, если возможно, среди не по возрасту, то выяснится, что в России предприниматель не хочет стать намного больше людей. То есть это на самом деле не та проблема, которую нужно решать. К сожалению, есть другая проблема, и это то, что я пытался сказать, и меня поддержали, это то, что мало людей хочет стать ученым. Кто из вас хочет стать ученым? Никто. Вот профессия ученого, ну, некоторые, да, как-то, вы можете пока, вы передумаете, когда вы выпуститесь из школы, вы выясните, что зарплата профессора бесконечно маленькая в этой стране, нельзя нормально жить, и вы перестанете хотеть быть ученым, потому что вам захочется иметь детей, купить квартиру, купить машину или что-нибудь еще такое. Ну, даже не больше ХАЕР, а что-нибудь другое. И вот это большая проблема, то, что в России непрестижно сейчас быть ученым. Потому что без ученых никаких инноваций не будет. Если будут ученые, появятся предприниматели. Предпринимательство — это вообще базовый инстинкт человеческий. Ему не нужно людей обучать. Они появляются сами по себе. А вот ученых нужно обучать, тренировать, долго делать. И люди должны хотеть стать учеными. Именно хотеть изучать мир, быть любопытными и так далее. Таких людей очень мало сейчас, к сожалению. Я надеюсь, их будет намного больше.